Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток. Вот так вот добавляю еды в зимнюю кормушку моих синичек и малиновых и других птичек, и они все четко знают, куда прилетать и откуда брать. А сейчас я хочу ответить на некоторые вопросы, которые мне задали в плане духовном, и просто скажу за молитву, я вам скажу, что Евангелие от Иоанна, глава 17 стих 9, там четко Иисус говорит, я молюсь за них, я молюсь за них. Мы знаем о том, что Иисус молится за нас. Вот кто этого не знает, я вам открываю такой секрет. Он молится за тех, кому это надо, кто это просит, потому что кто не просит, к тому и не идут. Кто кого зовет, тот к тому и придет. Мы знаем четко верующие люди, которые дошли до момента Евангелия от Иоанна, глава 17 стих 9, там эту фразу они выписали к себе. Я молюсь за них. И я эту фразу также себе выписала, что Иисус молится за меня, Господи, и на основании этого я дальше молюсь так, как я знаю. Каждый человек молится так, как он чувствует. У каждого человека свои взаимоотношения с Богом, свои личные взаимоотношения, свои личные прошения, ни на кого не похожие, потому что то, что мне нужно от Отца Небесного на сегодняшний день, то, может быть, совсем вам не нужно. И поэтому я, конечно, стою в этом проломе молитвы, но каждый день и нужды меняются, и прошения, и хвала постоянно разные. Сегодня я так восхваляю, завтра мне хочется петь и с песней восхвалять, а послезавтра мне хочется взять и прочитать 50-й псалом, или 22-й псалом, или еще какой-нибудь псалом, и спеть это в псалме, так как это делал Давид. В Евангелии от Луки, глава 22, стих 32, приведены слова Иисуса Петру, Петру. Он говорит Петру, а вот через Петра, и мы понимаем, что он говорил. Он говорил, я молился о тебе. Вот еще одно, я молился о тебе. И в сегодняшнем вот этом стихе мы читаем, я молюсь за них. Иисус говорит о своих учениках. В той же главе сказано, не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Вот что я вам открываю. Когда вы молитесь, и вы веруете в Него, Он подхватывает в унисон вашу песню, и вы молитесь вместе с Ним в этот момент. Как эта фраза мне нравится. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. То есть о нас с вами. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20. Проверьте, если не верите. И начинайте уже верить, и вы увидите те чудеса, которые так быстро происходят в вашей жизни. Вам не надо ждать 40 лет, как ждали евреи, ходили по Египту, ждали, ждали, ждали. Роптали, скулили. И тот путь, который за две недели можно было пройти, они 40 лет шли, ходили, обхаживали. А если бы они не роптали, а в унисон пели, в унисон восхваляли, в радости, совсем иная бы картина открылась. Вы знаете, как много людей так и не вышли из пустыни. Они полегли нам. Вы знаете, они полегли там. Вы знаете, у нас у каждого есть своя пустыня. И у одного пустыня алкоголизм. И кто-то смог выйти из этой пустыни. А сколько в этой пустыне полегло? А у кого-то наркомания. И они в этой пустыне. И сколько в этой пустыне полегло? Вы знаете, у каждого из нас своя пустыня. Нельзя читать Слово Божье, не открыв духовные глаза. Когда вы сердцем читаете, вот именно в этот момент вы понимаете, что в той или иной главе говорит Господь. Меня поразило то, как быстро научилась сердцем читать Слово Божье Ирочка. Это неимоверно. Мне до этого надо было дойти десятилетия, чтобы научиться духовными глазами читать Библию. А Ирочка, как только приняла Слово Божье, ей открылись духовные глаза, она тут же моментально стала читать Слово Божье сердцем, так, как оно и должно быть. Вот, например, понимая, да, что пустыня, это не та пустыня, которую, вот, это ж их из пустыни выявил. Это же их, вы, каждый из них, творение Божье. Это не только их из пустыни, это каждого из вас выводит из пустыни. Каждого из вас. И тем приятней, когда со мной в унисон Иисус, ходатай мой, ходатайствует за меня. В чём состоит роль ходатая? Он стоит в проломе между Богом и нами. Вы скажете, ну, в проломе стоит священник, в проломе стоит мула, в проломе стоит там имам или ещё. Прекрасно, они тоже стоят в проломе. Я вам открою ещё более секрет такой. Когда в проломе за вас стоят многие, тем надёжней этот пролом. В этот пролом не пролезет враг. Да? Только так и никак иначе. Так что, а когда Иисус в проломе с вами стоит, то успех вам обеспечен. И вот Он стоит. Он, этот пролом отделяет от Бога каждого из нас. Иными словами, мы не настолько святы. Мы же не можем вот быть такими и знать то, что Он знает. А Он свят. Он настолько свят. А мы нет. И мы не настолько совершенны. А Он совершенен. Он совершенен. И мы не настолько мудры. А он настолько мудр. Но слава Богу, вот что у меня есть Иисус. Я всегда говорю слава Богу, слава единому Богу, что у меня есть Иисус в проломе, который стоит в этом проломе и соединяет меня с Богом. Вот эту пуповину соединяет, вот этот канал налаживает, давая мне возможность общаться с ним и получать от него ответы на молитвы. Разве не чудесно знать, что если мы искренне от всего сердца верим, он примет наши молитвы, придаст им нужный вид, устранит все наши несовершенства и представит Богу, потому что он часть его. Я хочу, чтобы вы представили, как Иисус стоит перед Божьим престолом и просит за вас Бога молиться от вашего лица. Вы скажете, ну как, я сам могу, хорошо, давайте сам. Но вы сам можете и словечко не то сказать, сам. А тут идет коррекция, знаете, как программа коррекции. Быстренько-быстренько вас корректируют и показывают так, как надо. Пред престолом, как надо. Потому что нельзя к Отцу с грязными словами подходить. Нельзя к Отцу с лицемерием подходить. Нельзя к Отцу с ложью подходить. Если ты лжешь сегодня, а там завтра просишь, то извини, так не получится. Здесь тебе надо перечитать снова Иисусова учение и понять, нет-нет-нет, с ложью не подступишься. Сначала покайся. Покаяние, а потом. То есть вот происходит коррекция. Вот так. И вот это поможет нам поверить в то, что наши недостатки не имеют значения, когда Иисус ходатайствует за нас. Но чтобы Он ходатайствовал, надо четко знать Его учение. Это факт. Это факт. И поэтому, знаете, как мне нравится это слово, эта фраза. Иисус молится за вас. Так что вы молитесь, пишите прошения, пишите восхваления. Я свои молитвы пишу. Молюсь и я выписываю фразы из Библии. Я стою на основании этих фраз. И как чудесно Господь корректирует меня, моих родных, близких, когда это надо. А как чудесно, когда мгновенный идет ответ. И, о, удивительно, не так, как я просила, а так, как Он хотел. В тысячи раз лучше, в миллион раз прекрасней, в сто миллионов раз красочней. И здоровье вам пусть Бог дает. Благословение вам, вашим детям пусть Бог дает. Без обмежень. Безграничное. Люблю вас.